Автомобиль попал три года назад к нам в ретро-клуб и его случайно увидел наш руководитель. Не без чувства гордости Александр рассказывает о своем экспонате, найденном под деревенским забором и бережно восстановленном автомобиле RAV 2915, он же Латвия. Одна из последних модификаций рижской автобусной фабрики, созданной на базе модели RAV 2203, выпускавшейся с 1976 года. В 1989 таких машин было произведено 17 тысяч, большая часть из которых отправилась на службу в скорую помощь. Это могло бы стать началом новой автобусной эпохи, если бы не развал Союза. В середине 90-х годов, когда было трудное время, водители на этих автомобилях ездили таксовать, в прямом смысле этого слова. Они ездили, собирали пассажиров, ну за деньги занимались частным извозом. Это был большой риск, если бы он попал в аварию, то есть это было чревато увольнением, еще какими-то страшными неприятностями. Но тем не менее, вот так как-то надо было выживать. Как и все созданное в Союзе, данный автомобиль собран из нескольких советских машин. Фары и дверные ручки от «Москвича», детали панели от «Жигулей», ну и, конечно же, двигатель от «Волги» ГАЗ-24. Кстати, извлечь двигатель для обслуживания можно только через пассажирскую дверь. Так, не закрылось. Вот теперь закрылось. Заводится хорошо, с полтычка, как говорят. Очень раннее сцепление. Но двигатель хорошо держит холостые обороты, и машина не глохнет, даже если не подгазовывать. Но когда ты едешь на этой машине, ты чувствуешь себя настоящим таким водителем скорой. Не хватает, знаете, какого-то такого соответствующего антуража. Клечатая рубашка с коротким рукавом, кепка, папироса. Вот классических вот этих атрибутов настоящего водителя скорой не хватает. Мне кажется, тогда в этом во всем появилась бы какая-то такая своя оригинальная изюмина. Впечатлений масса. Именно после езды в этом автомобиле понимаешь, насколько тяжела была работа водителя скорой в те времена. Форточка на максимум открывается. Это все, дальше она не откидывается. Двигатель в салоне. Если жаркий день, какие-то пробки по городу мотаться, это очень жарко. Практически градусов 40-50 в салоне даже при движении. Это прям просто нереально как жарко. Это очень тяжело. Врачам скорой помощи именно конкретно этого экипажа и этой кареты тоже физически было довольно-таки не очень легко, потому как здесь вот есть такое приспособление для того, чтобы фиксировать кровать, на которой находится пациент. Здесь она в несколько ступеней, в несколько комбинаций вот таким образом откидывается, открывается. Все оригинальное, я вам напомню. И вот таким образом выкатывается эта телега. И потом с пациентом она закатывается обратно. Данный экземпляр именно в модификации скорой помощи на весь Красноярский край один-единственный, тем более в таком восстановленном состоянии. Остается только надеяться на то, что в скором будущем, благодаря стараниям народных умельцев, таких экземпляров будет намного больше.